У вас хобби, любите сидеть дома, да? Да, в последнее время, да. Я могу громко чихать, ну это опять же, это же... Есть какой-то затык такой, ты не можешь до конца, потому что кажется, что разорвет. Ну это такое ощущение. Иди прогуляйся, я потом с тобой поговорю. Я каждый день себе задаю этот вопрос, какой у меня план? Вот что ты будешь делать, стрекоза ты такая, дальше? Ну только чуть-чуть планировать, чуть-чуть не планировать, вот чуть-чуть барабанщика один раз в очках, другой раз без очков в очках. Я сажусь на велосипед и еду, еду, а потом... Господи, заберите меня кто-нибудь отсюда, где я? Я сажусь на велосипед и еду, я сажусь на велосипеде. Я сажусь на велосипеде. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 чем-то. Мы, конечно же, в каждой старались проявить себя максимально. И, соответственно, я пела. Вот. И ребята говорят, поступай в Глиера. И я поступила. Выучилась там. Закончила вышку. Потом магистратуру. Там же преподавала пение. Вот. И пока притормозила с образованием. Но когда защищала магистрскую, преподы из конца сказали, что крепкая, хорошая девочка, нужно ей продолжить дальше. Вот аспирантура нужна. Но у нас же больше классическое образование развитое, нежели джазовое, например. И аспирантуру в джазовом пении получить я пока не представляю как. И уже не так сильно тянусь. Мне бы хотелось, конечно, хоть немного прикоснуться к настоящей крутой школе классического пения. не прям там на сцену выходить с этим в оперном, в опере какой-то. Но какие-то скромные штуки я бы с удовольствием попела. Пока только стою как бы перед таким вот желанием, мечтой, что ли. А вы ну как себя позиционируете джазового артиста, да? Который поэтию я... Ну, я бы не сказала, что я чисто джазовая певица. Как раз как-то так с юношества меня захватывали разные жанры музыкальные. Ну, они были такие достаточно специфические артисты и так далее. Там с 14 лет я слушала Эрику Баду, которая была одной из первых представителей с Neo Soul музыки. И, собственно, под нее и придумали такое название Neo Soul. Вот. Фанк музыка впоследствии стала ну, сильным толчком собрать Волга Фанк такой фанк проект. Мы играем Old School прям вот такой без примеси фанк. Играем Маттаун там же. Играем что-то уже более позднее. Вот. И буквально там несколько авторских моих песен мы тоже собрали этим составом. Это большой состав. У нас там минимум 11, максимум где-то 14-15 человек на сцене. Расскажите немножко там о песне, трех песенях, которые вы исполнили сегодня. Почему именно выбрали этот? Скажу так. В принципе на концертах, на которых я выступаю с ребятами, мы всегда готовим программу разноплановую. Это такое смешение. Это как типа эклектика называется скорее всего. То есть есть и old school джаз, старинный такой ретряк прям. Вот. А есть что-то из более современных артистов, которые нам интересны. мы понимаем, что это те музыканты, которые совершенно спокойно могут сыграть тот классический джаз, потому что это их школа, это их база. Вот. Но сегодня они представляют например какую-то новую школу, так называемую new school. Вот. И хочется этим тоже поделиться со слушателем, потому что самим нравится. И содержание, и само вот звучание. Вот. Поэтому мы играем разную музыку. Но она вся из джаза, из какого-то андеграундного такого течения, там и так далее. В общем, все это около, потому что сам джаз, он уже не только в классическом понимании джаза. Сейчас если открыть, например, стриминговые какие-то платформы и посмотреть сколько там музыки под джазом и как она звучит, это совершенно разная музыка. Это world music, это вкрапления этнические какие-то и так далее. Это авторская, неавторская, короче говоря, этого очень много всего. А то конкретно, что играли мы сегодня, это песня певца Билал, это тоже представитель Neo Soul сцены. Это человек, который долгое время стоял в студии и писал вот эти все бэк, вокалы и так далее, суперзнаменитым, в том числе Эрике Баду и так далее, знаменитым артистом, хип-хоп-артистом. И, скажем так, он долгое время не мог выпустить собственную музыку в мир именно. Там какие-то были проблемы то ли с лейблом, то ли что-то такое. Но при этом он сотрудничает, сотрудничал активно, сейчас меньше уже собственной карьерой занимается, с джазовым пианистом Робертом Класспером, современным джазовым пианистом, который кроме джаза еще и играет тоже авторскую музыку, но, скажем, она больше настроена на хип-хоп, базу какую-то, еще что-то, то есть все это смешано вместе. И с этим пианистом Белал спел свою песню, свою авторскую песню, которая есть в аранжировке его прям, а есть в аранжировке Роберта Глазпера. И эта песня, она, наверное, единственная именно песня, которая записана на альбоме Роберта Глазпера, Double Book, по-моему, или как-то так называется, он достаточно давний. И это первый альбом, который я слушала у Роберта Глазпера. И поэтому, да, эта песня мне очень запомнилась, и, в принципе, играя ее на концертах. Любой слушатель и организатор в том числе всегда отмечают эту песню. Удивительно. Хотя она достаточно такая необычная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это сегодня у меня ощущение. Я слушаю там давний клип, вы участвовали в этом проекте «Голосы», а те голосы, сегодняшний голос чуть-чуть отличается. Есть ли такое, да? Да, конечно. Если любой артист, музыкант, певец, неважно, то есть инструменталист или вокалист, скажем так, меняется внутри, чем-то занимается профессионально, звукоизвлечением и так далее, то в любом случае, конечно, он будет меняться. И, соответственно, его содержание, всё, оно будет отражаться в голосе и так далее. У него очень странное наблюдение, а там, в тот клипе вы более такой, именно по перформансу, вы более яркое выражение веса, руки, движение, а при этом голос чуть-чуть немощный. Да, но это ещё звукорежиссёры, опять же, технические моменты тоже на это влияют, в том числе. А здесь меня уже знают, там не знали, а здесь меня уже немножко знают, поэтому могут уже дать то, что на самом деле есть, но нужно это же подчеркнуть как-то и вывести всё правильно. Хотя тоже мы так достаточно коротко сделали этот саундчек при этом, да. Ну, конечно, меняюсь, я же взрослею просто, у меня же больше эмоционального фона какого-то, который я могу выразить, соответственно, наполненность больше. И мы же тоже учимся открываться сразу, открываться и что-то иллюстрировать там, светить, стараться. За кадрами чуть-чуть разговаривали, у вас хобби, любите сидеть дома, да? Да, в последнее время, да. Любимое занятие посидеть дома, почему бы и нет. Это же зона комфорта, это же гнездо. Ты там себе плетёшь что хочешь, сидишь как хочешь и не думаешь ни о ком, ни о чём. Это может быть немножко неправильно, потому что в принципе не стоит, наверное, думать о том, как кто-то думает о тебе, как тебя оценивают или не оценивают и так далее. В общем-то, я бы не сказала, что я прям вот сильно стесняюсь там кого-то или чего-то, но порой хочется просто как... Да. Да, как павиану в своём... Просто, не знаю, как вы зашли в зал, там ставили музыкант на месте, там проконтролировали, я думаю, что да, она такая горячая экстравет, любит общаться. Ну я могу, я могу в толпе друзей, конечно, могу в какой-то момент всех завести и так далее, могу вести, конечно, да. Ну а вот это лидерские, все вот эти вот штуки, это же вещь, которая требует очень такого собранного, сконцентрированного состояния и много энергии, если на совесть делать, а не просто на кнопочки нажимать внутри себя. Вот. И это надо сотворять, прямо здесь и сейчас всё, реагировать на все штуки и всё такое, и никого не обидеть, и сделать, чтобы всем было хорошо, и чтобы ещё всеми поправлять, это достаточно сложно и энергозатратно, поэтому лучше я посижу дома с котами, мне очень нравится, и я могу громко чихать, и там, ну это опять же, это же, ну как я чихаю, в принципе, я громко чихаю. Ну да. В общем, это зона комфорта. Да. У вас нету такое ощущение, ну, как учитывая все наши, ну, короткие разговоры, да, вот я слушаю, как вы поёте, как вы там ощущаете, условно, там, в маленьком зале, да, у меня ощущение, вы только мощности где-то используете 50-60 процентов. Наверное, скорее всего. Да, если вы можете ещё... Бывает такое ощущение, когда как будто бы... И изнутри... Бомба есть, но не подрываетесь. Да, изнутри и внешне есть какой-то затык такой, ты не можешь до конца, потому что кажется, что... Почему? Разорвёт. Ну, это такое ощущение, это же опять-таки, это здесь и сейчас происходит, в данную минуту, в данную секунду, секунда за секундой, да, и я порой не успеваю там, просто, ну, на автомате максимально правильно там со всем сотрудничать. Или, к примеру, реагирую просто на что-то там, кто-то сыграл, как это будет в общем звучать. То есть мозг, он же постоянно выдаёт ведро вопросов, извините, ну, прямо во время, и ты пытаешься их ещё обработать, а в этот момент ты поёшь ещё, и пытаешься сказать, иди прогуляйся, я потом с тобой поговорю. Сейчас это я исполняю вообще-то. Ну, и плюс ещё есть такой момент, как какие-то высокие ноты там, немножко страшненькие штучки, да, какие-то. В любом случае стараешься сделать это оптимально. Вот, и вот эта оптимизация, она съедает немножко. Вот. Да, я видел, вы чуть-чуть назад специально чуть-чуть делаете. Ну да, да. Но всё равно, вот, в общем, оптимизация того, как это прозвучит, и как я выдам этот звук, а потом мне нужно ещё вот это спеть, там, т-т-т-по-по-по, это всё, конечно, забирает немножко какое-то такое прям от себя, здесь сейчас. Плюс я знаю, что я могу передавить, то есть я могу сделать больше, чем надо. И будет вульгарно. И у меня и так оно, ну, на грани всё время. А у вас какой план в музыке или в вашем проекте? Я каждый день себе задаю этот вопрос. Какой у меня план? Вот что ты будешь делать, стрекоза ты такая, дальше, как в той басне. Но пока какого-то специфического там прям плана-плана нет. И порой, когда его нет, всё само с собой происходит. А как только ты начинаешь себе что-то планировать, какие-то люди, какие-то палки в колёса внезапно возникают и так далее. Так что здесь как-то надо держать баланс в этом смысле. Ну, типа чуть-чуть планировать, чуть-чуть не планировать, вот чуть-чуть... А тогда там как выпуск, какой-то там сингер, альбом или концерт есть? Ну, на это, во-первых, нужны бюджеты. Скажем, те гонорары, которые на сегодняшний день я могу позволить себе заработать, и организаторы позволяют себе заплатить мне, в целом они покрывают, ну, моё просто существование, так сказать, ну, мою повседневную жизнь. Выделить из этого что-то я пытаюсь иногда, пыталась, и у меня есть какие-то там коллеги, друзья, которые всегда заинтересованы в моём каком-то, чтобы я хоть чуть-чуть копошилась, как-то что-то делала и так далее. Потом они там, ну, порой что-то подкидывают. Плюс студийные, все ребята меня знают, и тоже с удовольствием там половинят свои бюджеты и так далее. Но тут ещё есть такой момент, как множество людей, и, к примеру, записал песню, пошёл, понёс её в другую студию, чтобы её там отмастерили и так далее. Записал видео, и какие-то детали, которые тебя, скажем, не устраивают, и ты понимаешь, что ты их не можешь никак починить уже, потому что монтаж, который сделали, видеомонтаж, да, он, ну, это максимум, больше из него не выжмешь, потому что это бюджетные очень варианты. и там снималась с одним человеком, который выступал и режиссёром, и оператором, и это несколько дублей, которые потом режутся, а потом ты смотришь и понимаешь, что у тебя барабанщик один раз в очках, другой раз без очков. Без очков. И такой, что с этим делать? Ну, в общем, решили ничего не делать. Вот. Короче говоря, чтобы сделать что-то классное, ты сам понимаешь, что ты хочешь хорошего качества, и, в принципе, поколедовав по всему Киеву музыкальному, студийному, его может добиться этого качества. Ну, я в это верю. Но это сопряжено с коммуникациями вот этими всеми и так далее. Это достаточно сложно. То есть, должно быть очень много желания, минимальный какой-то бюджет, вот. Ну, и, опять же, цель. Цели есть. В принципе, да, есть идеи, но есть ещё много работы. Аранжировки нужны там и так далее. То есть, у меня есть какие-то, да, картинки, и что я как хочу выпустить там когда-то там. Вот. Но я не рву на себе рубашку в этом смысле. Я спокойно к этому отожду. Вот оно придёт, вот сейчас пришло время, сейчас чувствую, уже горит хвост. Надо делать. Причём это мне никто не говорит. И просто раз, в какой-то момент, так ощущают. всё. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почти последний вопрос, ну как, в протяжении года я общаюсь с разными артистами, да, вот мнение по поводу как делать там успешный проект или там делать великую музыку, мнение немножко пополам отличается. Первая группа говорит, что музыка, чтобы делать там великую музыку или там музыка, которая получает большую любовь, нужно быть само собой, делать ту музыку, которая тебе нравится, та музыка, которая тебе нравится. А вторая группа, это ежедневный процесс, те вещи, которые именно тебе не нравятся, это регулярно делать. Вот. А вы между этих первых двух мнений где больше склонитесь? Делайте те вещи, которые вам нравятся или те вещи, которые вам не нравятся регулярно делать, чтобы достичь определенного успеха или как-то там реализации? Если так чуть-чуть проанализировать в общем мой путь, то это как бы изучение поля музыки, да, и того, как это может выражаться, как это может реализовываться в материальном мире. Но если, опять же, я оборачиваюсь и я понимаю, что я прошла, к примеру, как-то более попсовый момент, да, там, более, наоборот, прям для себя там супер андеграунд какой-то, ну, внутренний, да, я себя чувствовала каким-то, какой-то оппозицией всему попсовому, да. И то, что я чувствую сейчас, в первую очередь, это постоянное изучение и вот анализ, вот. Второе, я просто в общем люблю музыку, люблю в ней быть, люблю что-то воспроизводить и вот так вот функционировать, да. Сказать там, что меня напрягало, к примеру, я пела там бэк-вокал некоторое время у Джамала, да, сказать, что меня напрягало там просыпаться в 4 часа утра или там в 3, ехать там в аэропорт или с одного фестиваля ехать на другой, ехать всю ночь на машине, потом там лезеть на самолете и так далее. Нет, меня не напрягало, для меня это было приключением, как и там в детстве играть на клавесине, например, в органном зале. Для всех стресс, а мне просто вот как игра, вот. Поэтому иногда в каких-то таких сложных ситуациях я это как-то само так переключается, превращается в игру. Было бы чего просто, было бы для чего вот эти вот все сложные вещи, которые ты не хочешь делать, да, там, делать их. Вопрос, наверное, вот даже выхлопа какого-то. В этом случае иногда я не понимаю, зачем просыпаться в 5 утра, чтобы прийти на какой-нибудь эфир, на какой-нибудь канал, там, типа, ранковое шоу, которое вообще ничего не дает в результате. Ну, кроме того, что я заполню их эфир, к примеру. А бывает хоп, и все класс, вот произошло что-то для меня лично. Вот. Поэтому, наверное, я занимаюсь тем, что я хочу, тем, чем хочу заниматься. Это та музыка, которая мне сейчас на сегодняшний день интересна, которая дает мне быть свободной, независимой ни от каких менеджеров, там, продюсеров, всяких устаревших таких вот форм. Вот я от них не завишу никак, я, может быть, завишу только от организаторов концертов, ну, тоже это, опять же, у нас просто функционал разный, просто разные скиллы, да, там, я певица, а он организатор. И вот мы сотрудничаем, это сотрудничество. Но я никому ничего не должна, я пою то, что я хочу, и собираю тех музыкантов, которых я хочу, те, кого, скажем, я попробовала, но мне не понравилось, я говорю, спасибо, до свидания, и работаю с кем-то, с тем, с кем мне хочется. Ну, я всегда в этом смысле прямолинейна и для себя, так сказать, объективна, вот, поэтому, наверное, но при этом я стараюсь всегда, конечно же, добиться того, чтобы мы выглядели как-то более-менее, так сказать, прилично и в музыке в том числе, не только внешне, вот. Не уходить ни в какие дебри, все-таки заботиться о слушателе, для меня это важно, правда, потому что я считаю, что это и есть вот эта золотая средина, когда ты можешь позаботиться о слушателе, когда у тебя есть потребность в этом. Не потому, что ты хочешь проманипулировать слушателем, потому что ты понимаешь, как вот это делаешь, вот, и какие-то сложные вещи сделать проще. Ну, я с одной стороны согласен, что нужно внутренний баланс, комфорт. Да, нужно чувствовать просто каждую ситуацию еще. Ну, если совсем хорошо, нечем петь потом, ну, как внутри, чтобы накопленная энергия, чтобы конвертировать на музыку или творчество. Если что? Если совсем комфортно. Если совсем комфортно? Почему нет? Просто тогда будет совсем другое содержание. О, может быть, да. Будет такое содержание, которое ближе к классической музыке. Ну. Там, когда такие высокие материи, не наши такие повседневные, такие для бара, для клуба джазового, там, какого-то фестиваля и так далее, более такого, что приземленное. Да. Я уже задавал этот вопрос. После интервью чем будете заняться? Может быть, изменилось планы за короткие годы? Так. Ну, и, наверное, я поеду к своему другу-парикмахеру, Данне Мартемьянову, который мне сегодня мастерил прическу активно очень с утра. Вот. Мы вдвоем сонные такие, что-то, значит, делали в салоне. Вот. И, наверное, пообедаю с ним. И расскажу ему свои впечатления о сегодняшнем дне. Да. Ну, все-таки я хотел предложить, ну, как, сидеть дома тоже хорошо, но именно выйти, неважно, как... Я выхожу. Я имею в виду, как... Конечно. За дыней. Кота выгулять, хоть она не хочет. За публик, людей, что как ходят, думают о чем-то на улице или там старкиваются новые ощущения, хотя неприятно. Может быть, не знаю. Ну, бывает, что я говорю, я сажусь на велосипед и еду, еду, потом... Господи, заберите меня кто-нибудь отсюда, где я? Бывает и так. Хорошо. Спасибо, сегодня пришли. Да, очень красивая музыка, наверное, вам тоже понравились. Да, поэтому... Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо, что пригласили. Да. Это здорово. Да. Тогда мы скоро еще увидимся. Спасибо. Спасибо.